Понедельник в Киеве прошла встреча министра энергетики США Рика Перри и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества, а также судьбу российского газопровода «Северный поток-2», соединяющего через Балтийское море север России и Северную Германию. Перри высказал критику как в отношении «Северного потока-2», так и реализуемого в настоящее время газопровода «Турецкий поток», по которому газ идет из юга России через Черное море в Турцию. По мнению сторон, эти проекты подрывают европейскую энергетическую безопасность и стабильность. Я хочу подтвердить оппозицию моей страны в отношении трубопровода «Северного потока-2» и его южного аналога «Турецкий поток». Эти трубопроводы будут доставлять один источник энергии из одной страны по одному маршруту. Это приведет к размежеванию стран друг от друга и к дальнейшей эксплуатации наций, зависимых от энергоносителей. Для Москвы проект «Северный поток-2» безусловно имеет большое экономическое значение. С его помощью Россия может увеличить поставки природного газа в Европу примерно в два раза. Крупнейший акционер, финансирующий 50% проекта стоимостью почти в 10 миллиардов евро, это российский энергогигант «Газпром». Однако в Вашингтоне считают, что Кремль превратил поставки газа в рычаг политического давления на Киев. Мы считаем, что ни одна нация не должна доминировать в области поставок природного газа в Европу. И мы тем более убеждены, что ни одна нация не должна использовать свое доминирующее положение, чтобы оказывать давление на других или принуждать их к чему-либо, как это Россия делает с Украиной. Владимир Гройсман, который менее двух недель назад принимал в Киеве канцлера Германии Ангелу Меркель, заявил, что Украина испытывает со стороны России не только военную агрессию, но и агрессию в энергетической сфере. На встрече в понедельник он выразил благодарность Соединенным Штатам за поддержку и отметил, что сотрудничество с западными партнерами, включая США, позволило Украине, цитата, «выстоять в это непростое время». Министр Перри добавил, что собственные газовые недра Украины обладают потенциалом сделать ее основным поставщиком газа, как было сказано, Техасом в Европе. В Киеве эти слова расценили как намерение США способствовать диверсификации поставок энергоносителей в Европу. Среди вариантов на переговорах обсуждались как поставки американского сжиженного природного газа, так и проект трансадриатического трубопровода, по которому газ можно будет транспортировать из Каспийского бассейна. Иначе говоря, Америка стремится быть последовательным и надежным партнером Украины. Вадим Оленичев, Дмитрий Шахов. Настоящее время Америка. Вашингтон. Америка. Спасибо. Продолжение следует...